ну настоящие и ненастоящие в музыке я считаю что самое настоящее в музыке это то что мы называем попса вот попса это настоящая музыка причем попса последнего времени она меня очень сильно радует наконец-таки появились композиторы был такой промежуток восьмидесятых девяностых годов когда всякая швупонь самоиграйка стала делать поп музыку и исполнять это все под фонограмму сейчас есть возможность играть живьем и среди композиторов ведь по сути дела очень много очень хороших композиторов в прошлом в молодости бывшими рок-музыканты даже брейбок лучше этот белобрысь и фамилию забыл дробыш дробыш даже музыканты бывшие тот же игорь крутой все бывшие музыканты и почему я говорю что самое здесь вот у нас все говорят телевизор телевизор плохого шоу телевизор должен показывать группу американскую группу примус sonic use американскую независимую музыку нахуя доярки а американская прогрессивная независимая там музыка тенейджер димы там всякие кин кримсон и джон и зорны они нахер никому не нужны нужно поп-музыка причем у нас отличная поп-музыка развивалась стране особенно вот послевоенное время было написано огромное качество мелодий очень сильных хороших сильных попсовых мелодий на этом были легковесные а фоб музыки не должны быть там какие-то очень сильно умные тексты люди писали простенькие банальные словечки там о любви там о тоске там вообще какой-нибудь херне но делалось это очень качественно на уровне исполнения и мелодии не случайно группа агата кристи я помню ее появление изначально в этом я помню мы играли в какие-то там ранние годы приехала агата кристи в городе днепр-жиржинский какой-то огромный фестиваль все играют там много тысяч народу и группа агата кристи вышла и начала играть какие-то весьма заумные такие арт-панк песни и было очень много таких у них там были замечательные свердовские группы апрельский марш а потом бах и попсовый наутил всех убрал и попсовый чай в тоже всех убрал все все просто все попса обыкновенно а нынешняя попса не столь популярной стала там скажем настя полева и не показывают по телевизору она уже там пожилая весьма некрасивая с потрясающим своим голосом с очень мелодичными но достаточно интеллектуальными песнями великий поэт илья кормильцев накормивший огромное количество свердовских музыкатов почему свердов все говорят только уникальность уникальность каждом городе должен быть рок-клуб а дело в том что вот свердовск он же и екатеринбург прости господи он чем оригинален там были очень сильные инструменталисты очень сильные музыканты там интеллект очень сильно разве даже тот же макс фадеев уже то оттуда из какого-то там маленького городка уже там в том же рок-клубе свердловском был молод и красиво вообще рэп танцевал я недавно смотрел потрясающий клип с кем же он поет по моему с этой с нарцисс вот это и вся которая в татуировках волосе где там она поднялась замечательная девка приехавшая из америки вернувшись на родину и макс фадеев вот этот толстый огромный дядька в четыре раза больше шепутинского уже хороший очень сильный вокалист почему он создал линду почему он создал огромное количество певиц которым он написал очень сильный музыкант поэтому я говорю попсам не нравится мне нравится как поют вера брежнева лучше у нее муж дядя костя миладзе иногда было такое впечатление что миладзе пишет все время одну и ту же песню только слова другие подставляют ну нет ни хрена он принципе идет по верному пути потому что а толпу нужно и в зимстве одной этажей мелодии до такого сатани не вышел там дяденька и поют сатисфэкшн там энджи и там гудбай вилбит юздэй миша битва сече я уже даже забыл как эти песни называются их молодости тоже исполнял не знаю американская языка на на ломаном британском языке исполнил а если он отчего что-то фаривый вообще не понимаю почему потому что почему популярными стали на западе среди рок-музыки и вообще не разделяю рок-поп арт хуярт все то есть хуевая музыка есть музыка прогрессивная которая нравится широким массам а есть музыка сложная работающий на какую-то элиту на 500 или там максимум тысячный зал не более того вот хотя среди них огромное количество совершенно потрясающих музыкантов альтернативных но потрясающих музыкантов я с удовольствием недавно посмотрел ашона леннона играющего на гитаре в отличие от папы достаточно лучше намного играющего на гитаре исполняющие такие как бы альтернативные мелодичные песни стиле своего умершего великого папаши и бас-гитаристом играет у нее этот великий дядька из группы примус я его не сразу даже узнал альтернативная музыка на концерте видно что там тысячи полторы не больше народу для американцев этого 100000 нормально оседите приехал там любали 100000 там или там grow или там еще самое удивительное что они собирают даже независимая группа вот я например считаю что sonic use это независимая группа они могут 15 20 30 тысяч собирали там зрителей и если не больше почему потому что в характере очень интересно как при всем новаторстве есть потрясающая мелодичность простота за этой простотой очень сложное исполнение есть бытловатая попса вот у нас была великая группа мираж с офигенно красивыми девками сперва все спито там одной фактически одной девушкой спито оперной певицей которые сказали слышь тетка ты в своей опере будешь получать 120 рублей и пить там свою мурку оперного голосом а тут группа мираж тебя вся страна знаю чувак сразу там за два дня 2 миллиона кассет продал я чё плохо понимаешь так что попса она во всем мире это совершенно потрясающий вечер певица мадонна да вижу очень хорошие хорошо сделанная аранжированная вещь вообще очень большой мастер я с большим удовольствием слушаю певицу мадонну с таким же удовольствием как я считаю что сиукси или пиджи харви это тоже попсовые девки и там моя джульет плюис обожаемая мною или там кейт буш это все попса все поп-музыка популярная музыка не называйте этом роком там еще даже лори андерсон это попса так что во всем а у нас еще менталитет населения такой что собственно говоря попса асо особливо шансон совершенно великая музыка абсолютно тут совершенно великие люди с потрясающими голосами очень хорошие музыканты и не случайно там тот же там рок-музыкант попсовик вернувшийся из америки маршал стал делать попсу и дай бог ему здоровья и я с большим удовольствием слушаю огромные такие вещи а под круга там владимирский централ я даже слезу могу пустить я не стебусь и абсолютно искренне говорю что кому нужен какой-то мудак вышедший с пятью километрами педалей играющий не невнятную какую-то мута тень который запомните повторить нельзя ну пришел девяносто процентов девчонок которые хотят и паться и выйти замуж за мерседес и двухэтажный дом с бассейном ей нужен вот этот teenager dream king crimson и прочая вся вот эта сложная мута тень она вообще не доросла до этого она в детстве прочитала одну книжку буквой к ее мама купила и пианино ростов-дон и заставила там играть шопена или там это битховена лунную сонату ты понимаешь и по радио крутили там что там по радио у нас в советские времена крутили там чайковского если кто помер непременно до шостаковича почему-то вот стравинский более популярен назад на западе или там тот же свиридов и рахманинов их не так это это достаточно избранные классические композиторы и больше там поднимали под понимали западные рок музыканты типа там стинга который там использовал там я не помню кого он там свиридова или еще кого-то там использовал там музыку вот они более прогрессивно относится у них менталитет другой а у нас вот владимирский централ ветер северный таратата и все и парень заплакал понимаешь он вспомнил как его пытались там трахнуть на тюрьме как над ним изгалялись там и вот или когда выходят очень красивые девки в коротких юбках и уже заметь не под фонограмму а под очень хорошее исполнение живыми музыкантами они исполняют свои песни и и там потом 12 раз показывает ваня ургант в своей программе и все и успех обеспечен и вот например феноменальная эта девушка из краснодара и очень люблю маша-маша маша-мириди маша макарова замечательная красивая девка талантливая замечательная певица ну вот слова с любочкой ёпаный бабай да почему потому что песня у радио хэд взята спета очень громко и все сразу колоссальный успех или наши там замечательные дружбаные товарищи запрещенные барабанщики ломбада ломбада и много всего но убили негра спели и все вся толпа сразу раскисла поэтому попца на впереди планеты всей почему не столь были заметны огромное количество независимых ансамблей безумно популярных абсолютно популярных и тут вылазит этот гребаный битву с евреем гомосексуалистом передюсером который не передюсера просто барыга там хитрожопый еврейский барыга переодел этих мальчиков переодел их из вонючих кожаных курток что они свонялись там по гамбургу по гамбургу и по пять концертов в день играли за три доллара так команду ганар он их переодел костюмчики и все и все девочки мира уссались и например столь ли популярен в мире господин джефф бэк мой один из самых любимых ярких гитаристов переигравших там со всеми там звездами сколь стал популярен ансамбль в вокале инструментальный ансамбль лидзы пилин столь ли популярен сейчас господин плант со своими офигенными сольными проектами насколько был популярен опять же появился знаменитый бандит барыга пит грант увидел в этих мальчиках что они четко попадают в это хипейское время они попадают в моду появляется великий ансамбль с великими музыкантами вокальный инструментальный поп-ансамбль лидзы пилин замечательный не столь популярный уже в мире ансамбль дипурпле очень нравится в руле диск инроск дипурпле я цитирую по моему всего новгородцева великого ведь после того как отвалил господин рич блэкбор и стал делать свои какие-то сольные проекты эксперименты с ирландской там шотландской ирландской национальной музыкой замечательные женой вокалист столь ли он популярен сколь он был популярен там времен фаербол машин хэт и сейчас вот когда они стали уже создавать там одно время там приходили какие-то новые вокалисты кто-то уходил приходил то есть это уже даже не рок-группа как лидзеппелин не поп-рок группа как лидзеппелин там один умер все распалось все развалилось да а здесь такой конвейер здесь можно было заменить гиллана сейчас слава богу на старости лет там умер то что на небесный великий был композитор музыкант вернулся в команду гиллан и от диппелла хоть что-то осталось да но это все поп-музыка а что касается нашей отечественной поп-музыки это просто вообще бомба теперь можно тут поговорить еще о том что вот феноменально то что люди сам самое большое качество это умение артиста всегда продать талант это дело вторичное обезьянным можно даже верку грежнева красивую можно было на научить петь и хорошо выглядеть что что она удачно и сделала вот хотя в начале когда верка брежнева появилась с вами как она сама говорит у меня как меня только в школе не дразнили я была в очках и там худая как доска обзывали неприличными именами и вообще у меня девичья фамилия галушка девка с днепрожержинскую до каких высот девушка поднялась там в ансамбле фиагра под фонограмму а потому когда она стала делать сольные концепты живем сказали ребята наш петь нихуя не умеет ребята это ваша проблема что на петь нихуя не умеет у нас пол мира петь нихуя не умеет не обольщайтесь научили новый муж профессиональный музыка написал такие песни сняли такие клипы все и она запоет вам отлично ну она конечно там не не супер мега певица поэтому людям во первых в клуб музыки в хорошей музыке всегда нравятся красавцы никому не понравится извините замечательная певица стареющая токс толстушка настя поля полева с гениальным лицем всем нужна какая-то вот бог вот богини или какая-то такая легенда вот почему все великие артисты они очень рано поумирали ну что там хороший артист рано должен уйти и же пока он хорош собой в первую очередь он хорош собой тогда у него будет успех а в попсе почему люди на старости лет всего ходят шансов еще куда же бемоль вот такой четыре подбородка бороду отпустил фидно фитнес-зал ходит два раза при селик присел один раз отжался от пола обосрался выше у виски все равно ему надо как-то работать а он уже не может поэтому ему надо идти на в шансун что там сразу батя с бородой такой выходит и поет это у него молоденькие девчонки в коротких юбках на подтанцовках а в красном там или зеленом пиджаке со такими вентилями с парами там со всеми делами с часами за два лимона баксов и он поет шансон почему-то потому что 90 процентов потребляющих населения в этом мире это шансон и выдели за нужно показывать попсу попсу это шансу у нас сейчас шансоном все стали участвовать непременно сегодня или когда по телевизору будут показать а любимую музыку шансон я буду смотреть сейчас шансон подались все пока не хватило ума но я может быть мордой не вышел и кошель кошельком но я бы честно говоря ушел в шансон ну что если бы кто-нибудь мне сейчас дал несколько там мешков зеленых денег я бы бы написал бы за недельку бы поработал написал бы два десятка таких песен ну как надо пацанам и девчонкам нашей жизни так чтобы плакала и доярка и кухарка и замдиректора ресторана чтобы вот это вот было все у нас сейчас один из самых главных шансоней шансонье рук шансонье это сережа шнуров вечно пьяный с синяками дерущийся теперь не пьющий очень хорошо одетый деньги есть ресторан есть дурацкую телепрограмму ведет говорит там два дурацких слова но обаяшка же гупник обаяшка интеллектуал и его берут во все программы потому что это сука шансон потому что серега шнуров это самая невероятно великая попса потому что на нем но даже я тащусь я тащусь от шнурова во первых он отличный музыкант в нем есть внутренняя дисциплина он не сдох как извините там мной уважаемый там джим моррисон там джанис джаплин и не буду перечислять которые до тридцатика не дотянули были очень популярными и богатыми но померли по дурости у них не случился фактор перехода в шансон и не дожили до шансона вот что обидно но они при жизни свое отхватили а вот те которые тридцатник сороковник перевалили и ушли в шансон и вернувшись из панк рокеров у нас была замечательная а попсовая группа сектор газа вот этот дядька бывший милиционером там сержант милиции по моему был витя хой по моему его звали да хой но он что-то очень рано умер от водки на или от наркотиков ну как обычно там умер от парня но я помню шедевральное их выступление я один раз попал к ним на концерт я пошел потому что на концерте на разогреве играла группа театр министр или насколько я помню люша золотухин а во втором отделении вышла великая шансон панк группа сектор глаза и зал обосрался от счастья я один раз был на концерте группы звери по работе мне надо было вот огромная толпа я прихожу в дворец спорта значит мне надо написать какую-то смешную заметку про нашего земляка у живого хороший кстати это мой друг и товарищ гитарист там уже не играл они взяли там в очередной раз они набрали каких-то молодых мальчиков играть чтоб не платить много денег хорошим музыкантом я попал в дурацкую ситуацию на разогреве игрок это немецкая группа но ее поставили на разогрев ну сука они играли на таком уровне просто пиздец сильнейшие музыканты там пять человек три гитариста барабанщик вокалист это точно не помню мне башню порвала зал сидит тупой и все типа как бы говорят валите сука давай нам давайте нам бру мозги и все вышел это головой наш красавец районы кварталы живые массивы и девчонки как прибит вас а порвали трусы у кого осталась ссылка ссылку себе пальцем порвали и все зал зарвался вот тот же самый феномен что убит вас ты понимаешь а совершенно печальная картина когда на разогрев когда-то великому музыканту ушедшему недавно в мир иной этому мотор хэд нашему лиме лиме поставили на же загорел замечательную группу текила джос ептать полный зал пришел на мотор хэд тут на разогреве какая-то великая группа но толпе 98 процентов она нахер не нужно все в них там чуть бутылки не бросали типа идите нахер давайте лиме давайте мотор хэд и вот вышел совершенно совершенно попсовый ансамбль мотор хэд с таким хрипатым дядькой и все и зал обосрався это вот возвращаемся к тому же контенту в том плане что не виновата группа текила джос замечательные профессиональные сделаны уже тогда были вещи и очень сильно люблю музыку господина федорова и часто был на их концертах но популярность попцы она уничтожает все к чертовой матери так что вот стать популярным и будет тебе счастье как говорится в любимом мои поговорки купили настойку пионами будет а земфири я не знаю какой она дает последний концерт прощание у нас 30 лет тому назад попрощался с нами к обзор и в алла борисовна пугачева попрощалась но тем не менее они как бы могут себе исчезнуть из телевизора и стильный программ но они чуть не исчезать я думаю что земфира это очередной пиар-ход но она плохенько выглядит мне она нравится она очень хороший музыкант она очень умная барышня со своими там странностями она умна она талантлива она заработала свою корку хлеба в этой музыке хотя до конца она мне там ну это это тоже поп музыка замечательная поп музыка причем я смотрел некоторые живые концерты совершенно отвратительно работа просто говно работа вот у нее были первые составы музыкантов видимо еще у финские идут и играть куда они делись я не знаю но то что пришло на смену это шоу это пт у иголу вот одна земфир со своим голосом а там принципе больше ничего не надо как джон линнон хер на чем играть умел обаятельные красивый с вот этим своим на фортепиано вот как я играл там та-та-ра та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-ра-ки-да-да но он создал великие мелодии со своим господином полом маккартни и джорджем харрисоном и сука и он был популярен а потому что если бы джон линнон умел играть на гитаре как джимми хендрикс он был очень рано умер а так его убили в более пустым возрасте помнишь а уже его шон пэн а фу это какого шон линнон шона шоном поймал и реку он уже а как на фоне папашки он уже не может его песни исполнять после смерти правильно он уже стал какой-то он купил себе там разноцветных педалей много модную гитару и уже он там пытается что-то играть какую-то альтернативу и бас-гитарист у него вообще там из группы примус вообще сумасшедший отмороженной кстати вот сумасшедшая отмороженная группа примус тоже попса сумасшедшая я смотрю их живые концерты но это попса для клиники умалишён то есть у малышённых тоже должна быть своя поп-культура вот они начинают играть вот это бас-гитара с флойд ройсом вот эти все ритмы безумный этот голос в 22 микрофона один микрофон с каким-то чудовищным там рыком скрипом другой с нормальным микрофоном я тоже кстати пою в два микрофона один обработанный так другой и так могу три-четыре поставить микрофона и раньше я даже это дело вы все удивлялись хочу не у двое микрофона типа один отрубится запасной нет блять он включен в отдельную педаль и в отдельные песни там тяжелый рэп в самом конце этот будет утробный запредельный голос исполнен именно в этот микрофон вот но тем не менее это поп-поп музыка мне совершенно нравится огромное количество каких-то красавиц девушек телевизором подают особенно там телепрограммами там первого канала или нтв выдающаяся поп-певица надя пискина хуев слышу когда кристина рыбака это чё-то вот знаю там знаю там любую спинскую а надю пискины нихуя она оказывается она лучшая поешь выходит надя пискина красивая блять вообще знает три слова еле выучила вот это ты меня бросил и там а ты плохой ля-ля-ля там все очень классно а народ торчит я понимаю что я пришел пьяный у меня три подбородка это же вот так я увидел нашу пискину и говорю ой блять хочу хочу на наде жениться понимаешь все хочу чтоб надя вышла за меня замуж я и там куплю все-все-все и будет она там не будет большего эти будет из меня жилой трясти потом вообще что самое главное это раскрутка потому что когда мне по телевизору рассказывают что у певицы jasmine кто-то отнял 62 миллион мне трудно представить как можно отнять через суд у знаменитой певицы 62 миллиона через закон этом понимаешь и когда мне знакомые там друзья в личку пишут или там в интернет открыто пишут валера не верю во всю эту хуйню что чтобы моисей или сережа зверев купил себе аэроплан это блять за 200 долларов попросили сфотографироваться возле аэроплана это я помню поехал на выставку бмв но это лет двадцать тому назад я даже не помню какое издание работал короче рекламная выставка открылась фирма не буду рекламировать ее может быть уже и нет возле моего родного завода гпз рекламировали машины бмв вот и но и там мои фотографы заставили меня сесть а тогда вышла только x 5 модель а я ездил на весьма разъебанной 318 бмв она была разъебана настолько что могли отвалиться по дороге там трубы колеса но при этом она ездила там легко 200 с лишним километров разгонялась когда ты пригонял ее на на станцию техобслуживания и мне горели брат ты как еще блять она еще у тебя не сгнила давай мы тебя хоть чуть-чуть сколько у тебя денег хочешь мы тебе красиво покрасим покрасили пиздец машина нам блестит металлик совсем шикарно ну развалюха но боевые а и мне пацан товарищ мой знакомый говорит ты этот сядь в x5 я тебе сфотографирую там реклама то есть и значит я это сфотографировался такие фотографии где-то у меня валяются такой счастливый мне понадобили там до сих пор у меня авторучка бмв такая которая пишет красивая сохранилась и я значит встречаю знакомого парня автослесаря а он где-то увидел в каком-то издании фотографии он где-то посидел кто поднялся в этом машина сейчас по моему таких торты тачки блять просто назвал там какой-то у татарина ищу как у фото и тут тебя я это типа понимаем машину да ладно вот я потом читать через две недели на приезжайте погреб брата мне отрабатывали на своей бездихе приезжаю я почему эту историю рассказываю половина этих людей лепят горбатого по телевизору я не знаю никому там платят или кому это надо там весь этот механизм раскрутки чтобы пустить пыль в глаза и вот домохозяйки бедная в бигурях задроченная с синяком под глазом потому что муж мужа указ вечером дал ей пизды и пропил всю зарплату и она там жарит какую-то свою херню и смотрит под по телевизору там маленький телевизор на кухоньке такой стоит и она смотрит и показывает там нтв или там россия какую-то программу шоу этой певицы там муж продает колбасу и продал на 100 тысяч миллиардов долларов колбасы шана лучше она лучше наде письки оказывается причем с опозданием одного дня одних суток выходит очередная передача уже с другим телеведущим который говорит надя писькина кто такая вот нюша попкина и и сейчас бросил муж она требует с него от 200 миллиардов 100 миллиардов чтобы он не да он их под нос и сейчас мы об этом будем передачу и тут собираются от эти бабки которые уже там по 78 лет вот эти которые пили там 30 человек в группе мираж они начинают обсуждать а вот надя писькина она оказалась честнее она хоть музыкальную школу бы анюса попкина она вышла за человека который продает колбасу пить нихуя не умеет вообще нашла вам ее знать не хотим вот это идет ток-шоу вообще это все вот вообще уровень подачи раскрутки поп-музыки он чем-то мне напоминает уровень ток-шоу на политические общественные темы причем это идет на таком же уровне вот там дом взорвался там кого-то отъебали там порошенко опять с бадуна хуйню там какая-то при причопнутая пиздотень вышла куриц папироса выпустили из тюрьмы там всю неделю одни они таки много разговаривали а потом ты ее нет и будто ее не было порошенко остался ее не откуда делась эта девка которая там всем вставляла да она там просто против порошенко стал говорить что он жулик он ее сразу там куда-то оттенет и вот эти все ток-шоу собираются какие-то долбоебы непременно наши все такие еврейские политологи и историки потом журналисты дурочные которые съездят по ебалу могут легко причем следующей передаче тот кому он набил ебальник сидит же с ним рядом и говорит лёша ты мой дружбан я не обсуждают обстановку в сирии или на украине вот та же самая хуйня происходит поп-музыка вот эти все ток-шоу они я их почему иногда смотрю потому что они безумно поднимают настроение я прекрасно понимаю как нужно делать поп-музыку нужно два мешка зеленых денег и надю письку с хорошими ногами с накачанными губками сисями и не имеющих живота и когда ты один мешок денег вкладываешь в телевидение а другие пол мешка немножко там в какую-нибудь студию и какой-то не очень богатый аранжировщик сидя там дома в какой-то однокомнатной снимаемой квартире за садовым кольцом пишет ей аранжировку а сейчас это очень легко возможно и потом эту девочку показывают вот в каком-то ток-шоу говорят о том что ее там муж колбасный муж ее бросил не отдает ей 100 миллиардов долларов потому что она на самом деле родила ему там троих или четверых уже успела каким-то образом за за два года родить ему детей но он им и мне дает и все домохозяйки в бегутях жаря лук с морковкой для зажарки роняя слезы в сковороду плачут и тьет почему я не надо пискина почему мне так не везет почему мне муж бьет дети шпыняют там понимаешь вот это вот домохозяйка это альтернативное искусство она не настоящая а настоящая это мадия писькина все хватит а то общество не прокляну аimme она как бы да она она